Здравствуйте, уважаемые блогеры, сейчас я включу свет, чтобы было немножко поярче. Здравствуйте, уважаемые блогеры, сегодня уже 3 февраля блогер из Перми, бывший, естественно, работник, сотрудник опальный КГБ СССР Бессонов Алексей Борисович. И вот сегодня тема поста, вы знаете, вот я поминаю 90-е годы, да, и вот сегодня часто приходится слышать, что, мол, ты пошел не в ту команду, что надо было, так сказать, в те годы вовремя выбирать, на кой стол садиться и так далее. Понимаете, говорят люди совершенно малообразованные. Вот я, ну, понимите, вот тяжело вот из 90-х годов снова возвращаться в КПСС, вы вспомните ту политическую элиту, да, так сказать, тех депутатов Верховного Совета. Ну, мягко говоря, трудно, кто-то из них понимал, что в стране происходит, и, так сказать, каковы перспективы развития той системы, которую они, в общем-то, дружные похоронили, так и не начав рефор. Так и здесь. Вот эти я, так сказать, ну, во-первых, вот сейчас все умные, а я, не только я, многие, мы реально думали, что это смертики, да, это люди, которые сыграли в рулетку, ну, в общем-то, до 2004 года, да, 2004 года, где-то, в принципе, ну, скажем так, было 50 на 50, а в 90-е годы, где-то 98-й, где-то 2000-й, где-то было 30 на 70. В нашу пользу, что власть поменяется, причем поменяется через кровь. Там военные подымали голову, и была война в Тесне, и полная, практически, офисация системы управления, и все делали ставку, что военные придут, и армия скажет свое слово, и так как мы войдем на штыках военных к власти, левые придут, будем восстанавливать систему управления, та элита, которая, которую рушил Горбачев, уйдя в сторону, в общем-то, она оставала, оставляла какие-то властные амбиции и так далее. И поэтому я не хотел идти в эту власть, я понимал прекрасно, что у них шансов никаких нету, что вот-вот сейчас военные возьмут, что-то будет за ворох, и она была, реально, рохнут, готовый переворот. Илюхин, ну, надо долго рассказывать о том, что со временем когда-то что-то появится. Ну, Илюхин не перед готовил, а военное собрание, совещание готовил, армия готовила, почему он так ее всю раздолбал, армию Сердякову поставил, он боялся реального переворота в стране, и так далее. Поэтому те, кто сегодня, ну, во-первых, вот эта элита, которую сегодня называют, и так далее, управляющие, тот же Басаргин и так далее, ну, это большевики. И, откровенно говоря, я просто, ну, понятно, что власть не выбирают, страну не выбирают, времена не выбирают, в них живут и умирают. Нужно как-то с ними отношения выстраивать, хотя, конечно, они не образованные, они безграмотные. Я, вот мы и есть та царская, имперская элита, которая была до революции, которая была в СССР в советские годы, то есть, та элита, которая способна управлять, блестяще образованная, с прекрасными дипломами, с образованием прекрасным, так сказать, мы и есть государство. Вот мы считали, что мы и есть русская империя СССР, которая и будет стрелять, вешать. Я бы был, там, шкуро бы был таким местным, может быть, так сказать, федеральным, такой левым, коммунистическим шкуро, как тот вешал, то бы я бы тоже, так сказать, стрелял бы, победкой бег своих, расстреливал всех этих тут-нибудь и так далее. И ничего, я бы, так сказать, лекции не стал назначить, потому что у меня другая ментальность, другая психология, другое воспитание. Я, так сказать, слуга государя, слуга империи, так воспитан, такова система воспитания, ментальная система образования такая. Но, к сожалению, вот они, они победили, они победили, но дело в том, что экономикой они не занимаются, у них нет экономики, у них нет системы управления, ни по одному показателю вы увидите. Страна не дошла к 90-х годах, практически закрыты все базы, они американцами сбили, практически в наглую подводки сбивали, Курск потопили торпедой и так далее. Ну, в любой стране мы стреляли бы, и так сказать, и так далее. Ну, вот так, поэтому те, кто умный, так говорят, что вот не в той, что вот она элита, вот, так сказать. Но эта элита бы вся получала пожизненные сроки, я бы их даже на почте выстрел бы их не увидел. В следственной части, может быть, сезон где-нибудь увидел, раз и все. И какая-то не элита, не рзавцы и подобие. Это Басаргин, я бы отправил, где ему там же возбесие отбывал бы, наказание пожизненное, вместе со своими всей командой. Но, к сожалению, вот мы живем в такие времена, вот такая смута. И поэтому настоящие герои, настоящая элита, настоящие, так сказать, патриоты, родины, они вот здесь сидят, в блоге говорят, а это Шваль, так сказать, что-то там изрекает, какие-то мысли. Страны нету, империи нету, а они, так сказать, какие-то мысли. Поэтому мне наплевать на них было. Я, так сказать, на них смотрел через призму прицельной мушки. Думал, что будет команда и на законное касание будут стрелять, потому что, к сожалению, ничего в государстве не делается. По убеждению, мафию нужно душить. Или вы ее, или она вас. Или вы ее загоняете, так сказать, в подворотню и держите, так сказать, в вежевых рукавицах. Или она вами начинает управлять, разорять и так далее. А то она и мафия, а то и государство. Это не игрушки, государство, полиция, это очень серьезные вещи. Но, к сожалению, мы проиграли. Проиграли, но страну и Россию им никто не отдаст. Я так просто не сдамся! Мы будем биться на законных основаниях. Спасибо вам. Бессонов Алексей Борисович. Продолжение следует...